Здравствуйте и добро пожаловать на уроки французского языка. Je m'appelle Alexandre, je suis professeur de français et aujourd'hui je vous invite à l'étudiant du français. Etudiant du français – это канал, состоящий из следующих рубрик. Verbe de couvert, познание глагола, groupe de verbe, группа глаголов, lecture, commenté, чтение с комментариями, temps et mode, временные наклонения, грамматика и говорящие картинки, созданные специально для самых маленьких зрителей. Сегодняшняя рубрика – lecture, commenté. И в рамках этой рубрики мы продолжим чтение, перевод, комментарии великого романа, великого писателя «Летуа Мускетер» Александра Дюма. Сегодняшняя глава называется «Л'Интрига сену». Продолжение. Суитта. Автор всех иллюстраций – Серафима Бенневольская. Главы «Ле Гаскон», «Ленми», «Летры Диспарю», «Порто», «Серами», «Сато», «Сентротян». Все эти главы были уже записаны мною на канале, и должен сказать, что адаптировал этот роман «Я сам». Дальше. «Трой дуэль» «Sur le terrain ving» «Contre le cardinal», «L'intrigue du coeur», «D'artagnance des signes», «Une sourisier» и «Voilà», «L'intrigue sur nous» И сегодняшняя глава называется «L'intrigue sur nous suite». «D'artagnan s'ilvane tout courant». «Il s'ilvane» – это «imparfait» глагола «silvanie». Как вы помните, «imparfait» вводит длительные, продолженные действия. «Сильване» удаляться. «Д'artagnan удалялся tout courant» быстро, на бегу. «Tandis que madame bonacieux frappait trois courants et réguliers». «Tandis que в то время, как madame bonacieux frappait», это «imparfait» глагола «frappait» «Стучать она стучала trois courants, три удара». «Стучала в дверь три удара» «L'intrigue sur nous» «L'intrigue sur nous» «Медленные и регулярные, на ровном расстоянии». «Arrivé à l'angle de la rue», «arrivé» – «participé passé» глагол «arrivé» «Придя на угол улицы, il se retourne», «он обернулся». «Il se retourne» – это «passe-composé» глагол «se retourne». Повторяем, что «passe-composé» вводит совершённое, законченное действие, и оно у нас сложное, поскольку есть три случая. Вот в данном случае у вас все возвратные глаголы спрягаются с «être». Мы вот это должны упомянуть. «Il se retourne» – «он обернулся». «La porte» – «dwерь» – «c'était ouverte» и «referme». В данном случае время «plus que parfait». «Посмотрите на верхнее «il se retourne» и «el se retourne» – вспомогательный глагол «être» стоит в «emparfait». То есть как бы мы накладываем два отношения прошедших времени на «el se t'est ouvert» и таким образом «plus que parfait» выражает, описывает предшествующее действие. На тот момент, когда Д'Артаньян обернулся, дверь уже открылась и закрылась. «La jolie mercière avait disparu». «Elle avait disparu» – это тоже «plus que parfait» мы выражаем предшествующее действие, что красивая владелица галантерийной лавки. «La jolie mercière donc avait disparu». «Disparuître» – глагол «исчезнуть». Как вы видите, в данном случае «plus que parfait» строится на базе глагола «avoir» и «avoir» стоит в «emparfait». «Она исчезла». Д'Артаньян a continué son chemin или «continuer» – это «passez-composé». Глагол «continuer» – как вы помните, большинство глаголов спрягается с «avoir» в «passez-composé». Он продолжил свою дорогу, свой путь, и несколько минут спустя они уже были на улице «фосвоюр» и «марши», 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 «марши». «Шагал по аллее». «О фонду лякель» – это «лескалье» – в глубине «которые». «Лякель» заменяет «улица», слово «улица», чтобы её не повторять. И это сложное местомение состоит из «ля» и слова «кель». «О фонду лякель» – это «лескалье», была лестница» – это тот же самый парфик глагол «être», «qui кондуизе» – это «вести», «которая вела» «а са шамбра в его комнату». «Une voix l'a appelé» – «c'était celle de plancher sur la queue». «Elle a appelé» – это «пасе-композе» глагола «a plaît» звать. «Une voix» – «голос» – «его» – «позвал». Как вы помните, приглагольные местоимения стоят перед глаголом, всегда кроме повелительного наклонения. «Голос его позвал» – это прямое дополнение «позвать кого». То есть в русском языке это «винительный падеж». «Une voix l'a appelé» – «c'était» – это снова глагол «être», «c'elle» – это был «голос», «plancher». «C'elle» – тоже композиционное местоимение, указательное, тоже заменяет слово «voi». Это был «голос», «plancher», «son la queue» – «его la queue». «Monsieur, tout va mal». «Monsieur, всё плохо». «Monsieur, à toi, c'est arrêté». «Monsieur, à toi, c'est arrêté». «Он арестован» – это пассив. В отличие от «passé-composé», здесь глагол, вся эта конструкция строится на базе глагола «être». «Он есть арестованный», плюс «arrêté» – это «participe passé». Дословно «он есть арестованный». По-русски мы говорим «он арестован». «Он l'a trouvé». «Он» – это «кто-то они», либо «мы» чаще всего в таком значении употребляется. Здесь, конечно же, «его нашли». Такую конструкцию нам проще перевести с какого-то вспомогательного слова, не такого важного. Это тоже прямое дополнение, и выраженное местоимение оно ставится перед глаголом. А глагол здесь «avoir»? «On l'a trouvé», «его нашли», «je vous», «au вас». «On l'a pris pour vous». «On l'a pris prendre», «принимать», «брать», «взять», «его», «взяли», «prendre pour quelqu'un», «принять за кого-то», «его приняли за вас». «Pourquoi nous c'est-il pan-numé?» «Il se nomé», в данном случае, возвратный глагол «se nomé», «назваться», «спрягается» с «être», мы об этом уже говорили. «Il se nomé» назвался. Здесь вопросительная конструкция. Чтобы понять, как образуется такая вопросительно-отрицательная форма, я написал «il se nomé» на определенном расстоянии для чего. Сначала образуем вопрос. «Il se nomé» у нас должно стоять после глагола. «Se nomé» и это нормальная вопросительная конструкция. Он назвался «se nomé», но в отрицательной форме мы «n» поставим «do», «pa» поставим «после глагола». Видите, подлежащее «il» скреплено с помощью тире, поэтому мы не можем поставить «do» и «после глагола». Мы поставим «do» и «после» все глагольные конструкции. «Pourquoi ne s'est-il pas nomé?» Почему он не назвался? «Il m'a dit c'est mon maître, c'est ton maître, pardon, qui a besoin de sa liberté. M'a dit c'est mon maître, qui a besoin, нуждается в своей свободе. Il m'a dit местоимение при глаголе стоит перед глаголом. Мне сказал, правда здесь косвенное дополнение сказать кому-то, дательный падеж, Но форма у них для первого и второго лица одинаковая. «Ме» будет и для прямого, и для косвенного. «Те» тоже будет одинаковой и для прямого, и для косвенного. Он нуждается в своей свободе. «Дан трои жур, я dirai, кей же суй». «Дан трои жур, через три дня, я dirai, это футурсэмпл, глагола dir, я скажу, кей же суй, кто я есть». «Рэст иси», «рэст» – это повелительное наклонение. Глагол «рэсты» берется от формы «ты», «те», «тю рэст». «Рэст иси» и «прэвьян», это глагол «прэвенир», «предупредить» и «прэвьян». «Портос и арамисы», «предупреди портоса и арамиса». Чем отличаются эти две формы? «Рэсты» – глагол первой группы, «прэвенир» – третьей группы. Все глаголы первой группы в повелительном наклонении во втором лице, то есть на преобращении на «ты», «теряют», «эс». «Прэвьян», «прэвьян», «портос и арамискар», «эль дуав оси венир», «потому что они должны тоже прийти». «Иль дуав венир». «Ди лёху». «Ди» – это повелительное наклонение. «Ди» – скажи им, видите, в данном случае. Это единственный случай, когда приглагольное местоимение стоит после глагола, причем оно скрепляется с помощью тире, чтобы не затеряться, я говорю обычно. «Ди» – это субжунктив «прэзон», нереальное действие, подразумеваемое. «Скажи, чтобы они ждали». Факта ожидания нет еще, поэтому субжунктив описывает такие вот действия. «Чтобы они меня ожидали» в кабаре «Ду лапом да па». «Идут тут лэ витэс до сей жамбэ» и со всей скоростью своих ног «дартанян седиреже». «Иль седиреже» – это возвратный глагол «седиреже» направится. В пассе композе спрягается с это. «Иль седиреже» – после него обязательный предлог «верх» – «la rue du Colombier» – к улице Colombier. «Месью de Treville» не был в своем особняке. «Са компания était de garde au Louvre. Его гвардия была на охране, на службе в Лувре». Это – это «in parfait» глагол «être». «Дартанян a résolu». «Дартанян принял решение» – это «rézoudre» – принимать решение. И по секунду этого глагола «il a résolu» – после него обязательный предлог «de» – «dessayer» – попытаться попробовать «di» – «entrer». Пройти туда. Как вы помните, в Лувре, поскольку это была королевская резиденция, туда так просто нельзя было пройти. То есть должен был быть какой-то пропуск. Но Дартанян решил попробовать туда войти. «Di» – это «tuda войти». «Il a couru» – он побежал, это глагол «courir» в пасе-композе. «Он увидел» – это «пасе-композе глагола «вох» – «дебуше». «Он увидел» – «как выходят» – «дебуше» – это в данном случае «выходить» из улицы Дauphine. «Un groupe composé» – «participa ce глагол «composé». «Composé» – «de deux personnes, состоящие из двух людей». «И походка которых», «дон» всегда так сложно переводится, «la frappe», «это пасса и композа глагола frappe» его поразила. «La femme avait tournure», «женщина имела стать походку de madame bonacieux», «el homme ressembler», «а мужчина», «ressembler», «это быть похожим», «порфей глагола», «походил», «assimiprendre», «так что можно ошибиться», «a aramis», «na aramis», «le capuchon de la femme était rabattu», «это, как всегда, глагол «être» в «emparfé», «он» здесь будет часто встречаться, «капюшон женщины был надвинут на лицо», «l homme portant l'uniforme des muscetaires», «a человек», дословно «носящий», «партиси презент», «который был одет в форму мушкетеров», «tenait» «son мушуар» «sur» «son» «visage», «il tenait» «d'imparfait» «лаготонир», «держал» «sвой платок» «o» «sвоего лица». «Tous deux avaient donc intérêt à n'être pouvoir reconnus». Оба, это «avoir v'imparfait» имели быть заинтересованным, «avoir intérêt», то есть «tous deux», «оба» имели, хотели, имели интерес, а «n'être pouvoir совершенно быть неузнанными», «recognuer», «partиси презент», «клагол reconnaître», «узнавать». «Tous deux avaient donc intérêt à n'être pouvoir reconnus». «Els ont pris le pont». «Els ont pris, они, дословно, взяли мост, но продвижение, это они пошли по мосту. «C'était le chemin de d'Artagnan», «это был путь d'Artagnan et il les a suivi». Это глагол «suivre» в passé-композе, «il a suivi». Как мы говорили, в данном случае «le» – это прямое дополнение, потому что «suivre» – следовать кого-то во французской логике, «suivre» – «suivre» – «il a suivi», «le» – «за ними» стоит перед глаголом. «Ils les a suivi» – «и», если прямое дополнение стоит перед passé-композеу, какой редкий случай согласования, то мы согласуем причастие, в данном случае «suivis» именно этим прямым дополнением. Видите, одно множественного числа. «Ils les a suivi». «D'Artagnan n'a vu pas faire pas, il a vu fait plus que parfait» – глагол «faire» – «сделать». Оно выражает тоже предшествование, как вы помните, мы уже говорили. Д'Artagnan не сделал даже двадцати шагов к «il était convaincu». «Etre convaincu», быть убежденным, это… «il était un parfait» – «il était convaincu». «Il était convaincu», он был убежден, что эта женщина c'est femme, c'était madame Bonacieux. «Это была madame Bonacieux, que c'est homme, этот мужчина, c'était Ramis, был». «Это была Ramis». «Il a senti à l'instant même». «Это почувствовать, чувствовать». «После композе глагола sentir». «Он почувствовал в то же самое мгновение à l'instant même «tos les soupçons de la jalousie, все подозрения, ревности». «Jalousie, ревность, soupçons, подозрения, qui s'agitait dans son cœur», которые пришли в движение в его сердце. «Il s'agitait находиться в движении, qui s'agitait dans son cœur». «Ils ont pris le pont». «Il était trahi par son ami». «Trair» – это «предавать». «Он был преданный», «предан кем?» «Пар son ami», «своим другом». «Il s'agitait par celle» и «toy qu'il aimait déjà», «которую он уже любил». «Madame Bonacieux, lui avait juré ce grand dieu». «Elle avait juré тоже plus que parfait». «Здесь-то явно действие предшествующее». «Она ему поклялась на всех иконах, всем своим богам». «Люви» – косвенное дополнение. «Ему поклялась», «qu'elle ne connaissait pas», «что она не знала». «Это imparfait глагола connaître», «что она не знала Арамиса». «Ин-кар-д'heure après» и «четыре часа спустя», «как она ему сделала эту клятву», «то есть как она ему поклялась». «Il la retrouvé au bras d'aramisse». «Он ее находил», «обнаружить», «retrouve». «Снова прямое дополнение стоит перед глаголом», «приглагольное местоимение». «Il la retrouvé au bras d'aramisse». «Il la retrouvé au bras d'aramisse». «Он видел, как она идет об руку с д'aramisse». «La jeune femme et le jeune homme». «Молодая женщина и молодой мужчина», «c'était apperçu». «Они обнаружили». «Плюс к парфе возвратного глагола». «Тоже спрягается с этого», как видите. «Ils étaient apperçu». «Они обнаружили», «qu'il les était suivi». «Что за ними кто-то шел». «Ils étaient suivi». «Они были преследованы». «Иль avait doublé le pas». «И они удвоили свой шаг». «Иль avait doublé плюс к парфе глагола «doublé». «D'Artagnan a pris sa course». «Il a pris», «passez-composé» – глагола «prendre». «Prendre sa course», он продолжил быстро идти. «Les a dépassé». «Dépassé» – это «обогнать». «Он их обогнал». Видите, тоже прямое дополнение стоит перед «passez-composé», поэтому «participé» согласуется в данном случае только в числе с прямым дополнением «li». «Les a dépassé» их обогнал «puis» и «revenu» sur «e». «Il est revenu» – это случай, когда «passez-composé» – глагол, тот глагол, который спрягается с «être всегда». «Passez-composé» или «revenu». «Он вернулся sur «e» к ним. «Quand ils étaient éclairés» – когда они были «éclairés» – это «participé» – глагол «éclairés» – «когда они были освещены». «Passez-composé» – «la reine reverbera» – «уличным фонарём, qui projeté salveur, который распространял, проливал salveur, свой свет», «projeté» – «parfait» – глагол «projeté» – «sur toute cette partie du pont», «на всю эту часть моста». «D'Artagnan s'est arrêté devant eux». «Ils s'est arrêté» «et ils se sont arrêtés devant lui». «И они остановились перед ним». Тут классические случаи согласования, когда фраза строится на базе «être», то тогда причастие согласуется вроде числе с подлежащим. Здесь или во второй части «ils se sont arrêtés». «Мы обязаны поставить здесь на конце arrêtés». «Он остановился» и «они остановились перед ним». «Que voulez-vous, monsieur?» – a demandé le mousqueteur. «Что вы хотите, monsieur?» – a demandé, «passez-composé» глагола «demandé» – спросил mousqueteur. «En reculant d'un pas». «En reculant» – это жерундив. «Пятаясь отступая на один шаг» и «avec un accent étranger». «И с иностранным акцентом» «Qui prouvé à d'Artagnan, который prouvé «demparfait» – глагола «prouvé» – доказывал d'Artagnan qu'il s'était trompé. Снова у нас «plus que parfait» – глагола «se trompé». «Что он ошибся dans une partie de ses conjectures» в одной части своих предположений, догадок. «Ce n'est pas aramise, c'est-il écrit?» «Это же не aramise!» «Он воскликнул». Это возвратный глагол «se crie», который спрягается с этого в «passez-composé». «Воскликнул он!» «No, monsieur, ce n'est pas aramise!» «Нет, monsieur, это совершенно не aramise!» «Я votre exclamation, и по вашему восклицанию, je vois, я вижу, que vous m'avez pris pour un autre». «Vous avez pris, вы меня приняли». «Это passé, композé, глагола «prendre» – «pour un autre» – «за другого». Дополнение, здесь в данном случае прямое дополнение. «Prendre quelqu'un» – «кого-то». В любом случае прямое или косвенное, но выраженное местоимение, оно стоит перед глаголом. «Et je vous pardonne, и я вас прощаю». «Vous me pardonnez, c'est écrit d'Artagnan». «Вы меня прощаете?» «Воскликнул d'Artagnan». Снова дополнение стоит перед глаголом. «Il s'est écrit?» «Воскликну». «Voui, a répondu l'enconneu». «Да, ответил незнакомец». «Это passé, композé, глагол «répondre». «Laissez-moi». «Donc, passé». «Видите?» «Повелительное наклонение». «И когда мы употребляем дополнение, выраженное местоимение, он стоит после положительной формы повелительного наклонения. «Laissez-moi, donc, passé». «Пропустите меня». «Дайте мне пройти». «Laissez-moi, passé». «Пуисque, ce n'est pas à moi que vous avez affaire. Это не со мной que vous имеете дело. Vous avez raison, monsieur. Vous правы, monsieur. А dit D'Artagnan». «Il a dit, passé, композé, глагол «répondre», сказал D'Artagnan. «Ce n'est pas à vous que j'ai affaire. Это не с вами я имею дело. C'est ta madame. Это с madame». «Ce n'est pas à vous que j'ai affaire. Я не с вами имею дело. C'est ta madame. «А, monsieur, affet, madame, bon esieu d'entendre, procheur, monsieur». «Affet» в романах очень часто, чтобы не писать, хотя «adie» сказала или «répondieu». Мы часто встречаем «affet», сделала дословно, но переводить будем как полагается. У нас по-другому не принято. «А, monsieur, сказала madame, bon esieu d'entendre, proche, с тоном упрека. J'avais votre parole. Это imparfait глагола. Я имела ваше слово. J'espère pouvoir compter dessus. Я надеялась, это imparfait глагол espérer, что смогу compter dessus, на него рассчитывать. «Prenez mon bras, madame, берите мою руку, madame». Это повелительное наклонение, глагол «prendre», «adie l'étranger», сказал незнакомец, иностранец, pardon. «Et continuons notre chemin». «Et continuons», и повелительное наклонение, глагол «continue», и давайте продолжим наш путь. «Cependant, d'Artagnan restait debout». Однако, d'Artagnan оставался… Видите, это продолженное действие, которое передается imparfait. Он оставался стоять перед ними, или «bras croisés». «Croiser» – это «participacer» со скрещенными руками devant le mousquetaire и мадам Бенassieux. Перед мousquetaire и мадам Бенassieux. Le mousquetaire a fait deux pas en avant, и лафеем сделало это пассе композе. Le mousquetaire сделал два шага вперед и а экarté d'Artagnan avec la main. А экarté это пассе композе, он отстранил, отадвину, d'Artagnan свои рукой д'Artagnan афеем бом на наряхеем. Д'Artagnan сделал прыжок, у бом на наряхеем, назад, и оттире сон эпеем, и вытащил свою шпагу сон эпеем. А в меме тем, и авеек ла рапидитее до лекляр, линкунь оттире ла сиенна. В то же самое время и со скоростью молнии незнакомец оттире вытащил ла сиенна, свою. Ла сиенна это притяжательное местоимение, свою шпагу. «Он нон дюссиел, милорд, сетекрие, мадам бонасио». «Эль сетекрие», видите, «пасе композе» строится на базе «эт», поскольку это возвратный глагол, и причастие согласуется. «Э», дополнительное «э», мы видим «экрие», «эксантыгю», «э» на конце. «Воскликнуло». Во имя всего святого, милорд, воскликнуло «мадам бонасио», «en se jetant entre les combattants», «en se jetant» это «жерундив», глагол «se jeté», «бросаясь» между дуэллантами, соперниками, как мы, как лучше перевести «les combattants», дерущимися. Выбирайте сами, напишите мне в комментариях, мне вот сейчас в голову не приходит. «Entre les combattants» и «prenant les épées à pleine main». «Prenant» тот же самый жерундив, глагол «prendre» и «биря» «les épées, шпаги à pleine main». Ну, полностью в свои руки, в свои ладони. «Милорд», «сетэкрие», «д'артаньян». «Милорд», воскликнул «д'артаньян», «посмотрите, это уже мужской рот». Он воскликнул и я прелюстрировал то, что я говорил. «Иля, сетэкрие», будет написано без «э» на конце. Воскликнул «д'артаньян», «illuminей, д'иде, субит», озаренный внезапной мыслью. «Иллюмины», озарять, освещать. «Милорд», «пардон, месье», «милорд», 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 «месье», 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 «вы сэррие», «кондиционель», «призант», «глаголэтр», «вы сэррие», «неужто вы не», «боже мой», «неужто вы не». «Милордзюр в полголоса». «И мэтненон», «а теперь вы можете», «вы можете», «ну пердо тус», «нас погубить», «всех». При глагольном местомении стоит перед глаголом. «Милорд», «мадам», «пардон», «сан фоа», «пардон», «милорд», «мадам», «извините», «сто раз», «тысячу раз» «извинения», «мей жолеме», «жеме», «эм парфу глагола met», «я ее любил», «милорд», «ет жетей жалю», «и я был ревнив». «ву savez сэкё сэкё дэмээ», «вы же знаете, что это такое любить», «пардоне муа», «простите меня». Повелительное наклонение глагола и в повелительном наклонении в положительной форме местоимение стоит после Pardonnez-moi Et dites-moi Это повелительное наклонение глагола dire и местоимение стоит после него Pardonnez-moi, dites-moi Comment je peux me faire tuer Как я могу? Вы, конечно, узнали, что «puis» — это форма глагола «pouvoir», которая сейчас реже используется Мы сейчас скажем «je peux» «je peux» — говорили раньше, тем более в романах «je peux me faire tuer» «je peux me faire tuer» — это дать себя убить, заставить себя убить Как я могу умереть? Pour votre grâce За вашу милость За вашу светлость «Вы êtes un brave jeune homme, вы – храбрый молодой человек» — Адди Букингем Сказал Букингем И ладди, пасе композе, глаголу dire «entendant» — это глагол «tendre» и его жерундив «протягивая» «entendant d'Artagnan» «une main» — протягивает d'Artagnan руку «vous m'offrez vos services» «Вы мне предлагаете ваши услуги» «je les accepte» «я их принимаю» «suivez-nous avant pas jusqu'au Louvre» «suivez-nous» «повелительный клаваус «suivre» «следуйте за нами в 20 шагах до Louvre» «если кто-то за нами будет шпионить» «тюй» «le» «убейте» «его» «heureusement» «к счастью, la jeune femme» «el beau musketeur» «молодая женщина» «i красавец-musketeur» «sont rentré au Louvre» «ils sont rentrés» «passer-composé» «глагол rentré» «это тот глагол, который спрягается с «être» всегда» «нет, не всегда» «есть случаи, когда он спрягается с «avoir», но об этом попозже» «они вернулись в Louvre» «sans avoir été inquieté» «sans avoir été» «не будучи» «это отрицательный дипричастный оборот в русском языке», который образуется во французском языке с помощью предлога «sans» «sans avoir été» «не будучи» «инькиété» «обеспокоенными» «их никто не потревожил» «вы ма фреѣ vos services» «je les accepte» «à «suив» «l'intrigу» «ну» «suit» «d'artagnан с'эллоуняет у корон» «тандиск мадам бонасчёв фраппе троѣ кулан и регулие» «ариве а л'angle де ле рю, ил с'е ретурне» «ла порте с'ето оверте и реферме» «лежоу ди берси 내려․ «hasго jetzt невото молело фраппе трој.» «таниск мадам бонасчёвашг шмаѕ спа laisse бонасчёвзоѕ этих с visible biја» И вот она попала, это стельный планшер, с лакой. «Мосер, все нормально. М. Аттос, он остановился. Он нашел его. Он нашел его. Он нашел его. Почему она не снялась? «А, она мне сказала, что это тот мастр, который нужен в свободе. В три дня я скажу, что я буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Il a couru et, arrivant à la hauteur de la rue Guénégou, il a vu déboucher de la rue Dauphine, un groupe composé de deux personnes, et dont la lourde la frappait. La femme avait au nure de Mme Bonacieux et l'homme ressemblait à Siméprendre, à Aramis. Le capuchon de la femme était rabattu. L'homme, portant l'uniforme des mousquetaires, tenait son mouchoir sur son visage. Tous deux avaient donc intérêt à n'être pauvins reconnus. Hum, 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 ils ont pris le pont. C'était le chemin de D'Artagnan et il les a suivis. D'Artagnan n'avait pas fait vingt pas qu'ils étaient convaincus que cette femme, c'était Mme Bonacieux, et que cet homme, c'était Ramis. Il a senti à l'instant même tous les soupçons de la jalousie qui s'agitaient dans son cœur. Il était trahi par son amie et par celle qu'il aimait déjà. Mme Bonacieux lui avait juré ses grands dieux qu'elle ne connaissait pas à Ramis. Et un quart d'heure après qu'elle lui avait fait ce serment, elle l'a retrouvée au brin d'Aramis. La jeune femme et le jeune homme s'étaient aperçus qu'ils étaient suivis et ils avaient doublé le pas. D'Artagnan a pris sa course, les a dépassés, puis ils sont revenus sur eux, quand ils étaient éclairés par un réverbère qui projetait sa lueur sur toute cette partie du pont. D'Artagnan s'est arrêté devant eux, et ils se sont arrêtés devant lui. « Que voulez-vous, monsieur ? » a demandé le mousquetaire. En reculant d'un pas et avec un accent étranger qui prouvait à D'Artagnan qu'il s'était trompé dans une partie de ses conjectures. « Ah, ce n'est pas un Ramis ! » s'est-il écrié. « Non, monsieur, ce n'est pas un Ramis. Et à votre exclamation, je vois que vous m'avez pris pour un autre, et je vous pardonne. » « Vous me pardonnez ? » s'était écrié d'Artagnan. « Oui, » a répondu l'incognon. « Laissez-moi donc passer, puisque ce n'est pas à moi que vous avez affaire. » « Vous avez raison, monsieur ! » a dit d'Artagnan. « Ce n'est pas à vous que j'ai affaire. C'est à madame. » « Ah, monsieur ! » a fait madame bonacieux d'un temps de reproche. J'avais votre parole. J'espérais pouvoir compter dessus. « Prenez mon bras, madame, » dit l'étranger, « et continuez notre chemin. » « Cependant, d'Artagnan restait debout et les bras croisés devant le mousquetaire et madame bonacieux. » « Le mousquetaire a fait deux pas en avant et a écarté d'Artagnan avec la main. » « D'Artagnan fait un bond en arrière et a tiré son épée. » En même temps, et avec la rapidité de l'éclair, l'inconnu a tiré la sienne. « Au nom du ciel, milord ! » s'était crié madame bonacieux en se jetant entre les combattants et prenant les épées à pleines mains. « Milord ! » s'était crié d'Artagnan, illuminé d'une idée subite. « Milord ! » « Pardon, monsieur, mais est-ce que vous serez... » « Milord, duc de Buchenem, a dit madame bonacieux à demi-voix. » « Et maintenant, vous pouvez nous perdre tous. » « Ah, milord, madame, pardon, cent fois pardon ! » « Mais je l'aimais, milord, et j'étais jaloux. » « Vous savez ce que c'est que d'aimer. » « Pardonnez-moi et dites-moi comment j'ai pu vous faire tuer pour votre grâce. » « Ah, vous êtes un brave jeune homme, a dit Buchenem, un intendant à d'Artagnan une main. » « Vous me ferez vos services, je les accepte. » « Suivez-nous à 20 pas jusqu'au Louvre. » « Et si quelqu'un nous épille, tuez-le. » Heureusement, la jeune femme et le beau musquetaire sont rentrés au Louvre sans avoir été inquiétés. « Vous me ferez vos services, je les accepte. » « À suivre. » Bon, c'était les trois musquetaires d'après Alexandre Dumas et notre rubrique « Lecture commentée » parmi les autres qui composent notre étudiant de français. Bon, sur ce, je vous laisse en vous remerciant, en vous disant merci et au revoir et j'espère à bientôt.